Наш канал всегда старается оперативно и действенно откликаться на обоснованные обращения телезрителей, нуждающихся в помощи. Особенно часто нам звонят горожане, страдающие от коммунальных проблем. Так было и на этот раз. Пар и плесень заполнили подъезд дома на Советской улице Твери. В проблеме разбиралась наша съемочная группа. Жители многоквартирного дома на Советской 22 ходят по подъезду, как ежики в тумане. Между первым и вторым этажами произошел прорыв трубы. Жители сразу же обратились в свою управляющую компанию «Мастеровое». Те вызов приняли, но полноценных исчерпывающих мер, увы, нет. Единственное, что сделали специалисты УК, перекрыли трубы, чтобы вода больше не прибывала в подъезд. А точнее, просто их отрезали. Отопления в подъезде теперь нет, трубы холодные. Можно ли это считать решением проблемы? Вопрос риторический. Да и парить все равно продолжает. Местные жители сказали, что ситуация подзатянулась на неделю. Конденсат скопился на всех этажах, на всех лестничных клетках. Стены сразу же пошли паутинкой. Ну а что говорить о состоянии труб? При малейшем касании рукой они шевелятся. В свою очередь, по просьбе граждан мы связались с управляющей компанией. Но манера разговора нас повергла в легкий шок. И общий язык с представителями УК нам найти тоже не удалось. Первое, слышу, что неделю назад. А сколько? Произошло вчера в 10 часов вечера. Аварийка выезжала в городской, с которой заключен договор. Перекрывала стояк. Сегодня мы уже там делают ребята. Но вот мы сегодня, буквально час назад там были, там ничего не делалось. Там как была вода, так она и есть, все парит. Я не знаю, где были вы. Я знаю, что где был прорыв, где подъездное отопление, где 7, 8, 11 квартиры этого подъезда угловой, там ребята делают. Но в какие сроки все будет устранено и в чем была проблема? Девушка, там был прорыв стояка, отопление. В чем была проблема, я вам не могу сказать. Может быть, они открыли окна, разморозило стояк в подъезде. Ну, просто так стояки не рвутся. Скорее всего, это было так. То есть сегодня все будет устранено? Да. А в чем проблемы, только я не поняла. Как видим, показания обслуживающей дома организации жильцов не вполне совпадают. Так бывает, увы, часто. Жители многоквартирных домов не всегда довольны работой своей управляющей компании. В одних случаях УК бездействует, игнорируя обращение жителей. В других выполняет работы некачественно. Так как же заставить управляющую компанию работать? Фактически вопрос безответный. Депутат городской думы Дмитрий Нечаев считает, что это результат несовершенства самой системы организации управления жилищным комплексом. В частности, многие обслуживающие жилфонд организации не имеют финансовой мотивации обслуживать неликвидные дома. А эффективных, реально работающих механизмов понуждения их к этому по сути нет. Это же бизнес. Управляющие компании мощные, сильные, заинтересованы в том, чтобы выходить и работать на больших домах, где большие сборы, где, в общем-то, что-то капитального чаще всего не надо делать. На такие дома часто выходят компании, мы даже знаем, что некоторые просто можно утверждать, недобросовестные. И в отношении некоторых возбуждены дела, там, административные, наверное, и уголовные есть. Некоторых выводят, лишают лицензии компании. У меня есть ответы из прокуратуры на эту тему. То есть это те компании, которые выходят просто, ну, грубо говоря, обирать жителей, паразитировать на вот этих их бедах, я по-другому не скажу, которые потом благополучно банкротятся эти компании, собрав какие-то там денежки. Законодательством установлены сроки, в течение которых управляющая компания обязана устранять неисправности в доме. К примеру, если в подъезде прорвало стояк, то УК должна отреагировать сразу же после получения заявки от жителей. Сами представители УК-жек часто сетуют на низкие сборы, большую загруженность, сильный износ сетей, нехватку кадров и дорожание запчастей и материалов для ремонта. Тем не менее, если проблема не решена, и ответа от управляющей компании не последовало, то жители многоквартирного дома могут обратиться в надзорные органы. Куда обращаться зависит от типа нерешенной проблемы. В прокуратуру стоит обращаться, если обращение к руководителю управляющей компании в жилищную инспекцию или Роспотребнадзор не принесли желаемого результата. Подавать документы стоит ведомство того района, где зарегистрирована управляющая компания. Прокурор составит акт реагирования и предпишет УК устранить неполадки в предписанные сроки. Игнорирование требования грозит организации ее должностным лицам большими штрафами. Но на практике, как видим, это мало кого пугает.